Ожидания. Они создают проблемы во многих сферах нашей жизни, в том числе и в медитации. Ожидания формируются по-разному. Возможно, на основании вашего предыдущего опыта или некоего воображаемого идеала или со слов других людей. Мы создаем в своем уме образ какого-то явления и постоянно сравниваем реальность с этим образом. И так как вероятность того, что реальность совпадет с вашим воображением невероятно мала, то это часто приводит к разочарованию и несчастью. Причем к разочарованию в явлениях, которые без ваших ожиданий были бы отличными. То есть вы не просто не можете наслаждаться тем, что получили, вы еще и недовольны. Например, у вас есть партнер и ребенок. Но вы посмотрели какой-то романтический фильм или на других людей, как вы их видите, и создали в своем уме некие образы того, каким должен быть ваш партнер и ребенок. А так как жизнь невероятно многогранна, сложна, комплексна, а ваше воображение нет, то когда ребенок станет и будет не таким, как вы его воображали, и ваш партнер будет не таким, как вы придумали, вы сильно расстроитесь, причините вред себе и другим. И станете сильно несчастны. А если бы этого ожидания не было, то весьма вероятно вы были бы полностью счастливы с таким ребенком и партнером. Другой крайностью было бы не стремиться вообще ничего улучшать. Но крайности это само по себе неразумно. Точно так же ожидания могут и испортить, и даже полностью уничтожить вашу медитацию. Каким образом? Вот вы слышали от ваших знакомых или учителей, что во время медитации должен быть покой, блаженство невероятного уровня, что это как полет в небесах, как аромат цветов. Но ваша медитация не такая. Вы расстроены. Каждый раз, садясь медитировать, вы уже заранее негативно настроены и в процессе также думаете, ну когда же будет покой, где блаженство. Имея некоторые ожидания от медитации, мы в процессе медитации начинаем постоянно проверять, совпадает ли то, что происходит, с тем, что я думаю должно происходить. Ожидая, например, покоя, мы начинаем суетиться, проверяя, есть ли покой. А вот сейчас, когда же будет покой? А его и не будет, пока вы за ним гоняетесь, сравнивая свое воображение с тем, что происходит. И вместо медитации вы сидите и занимаетесь этим сравнением, вместо того, чтобы собственно медитировать. Каким еще образом ожидания могут портить медитацию? Вот в прошлый раз вы отлично помедитировали, вам очень понравилось, было великолепно. Глубина, состояние, чистота. Но если вы будете думать, что вот вчера я достиг высокого уровня концентрации, покоя или еще чего-то, и сегодня будет точно такая же медитация, то вы весьма вероятно обрекаете себя на разочарование и можете даже испортить себе медитацию. Думать, что завтра будет как вчера, значит воспринимать реальность не такой, какая она есть, отрицать изменчивость всего. Медитация, как и жизнь, находится под влиянием множества факторов, постоянно меняется. Это нормально. На вашу медитацию влияет все. То, что вы ели, как вы спали, какой сегодня день, ваши навыки, что вам снилось в вашей предыдущей медитации, что угодно. И практика медитации это не прямой график улучшения качества, так как она часть жизни. Если рассматривать нечто настолько реальное и живое, как медитация, словно чистую теорию, как теоретический сферический объект в вакууме при прочих равных условиях, то вы уходите от реальности. Ваши ожидания начинают не совпадать с ней. Если вы владеете и другими навыками, такими как игра на музыкальных инструментах, пение, рисования, что-то, что требует одновременно и мастерства и настроя, то вы знаете, что в один день получается отлично, а в другой день похуже. И вы можете даже не знать почему, из-за чего, потому что факторов очень-очень много. С медитацией точно так же, только еще тоньше. Но если получилось не очень, это не страшно. Не очень удачная медитация все равно пойдет в копилку вашего навыка и в другой день благодаря этому будет прогресс. А без этой плохонькой медитации прогресса бы не случилось. Поэтому в следующий раз, когда вам придет новая мысль, моя медитация сейчас плоха или сегодня плохо помедитировал, припомните, что это жизнь и это нормально и что слабая медитация лучше, чем никакая. Все идет в пользу, все идет в накопление вашего навыка. Признайте это и отпустите. Потренируйтесь с помощью этого не попадать в ловушку ожиданий, а принимать реальность и быть в соответствии с ней и продолжать то, что вы делаете, а не впадать в оценку и сравнение своих ожиданий с тем, что происходит. Вот мудрые слова, которые может быть полезно послушать независимо от ваших убеждений. Будда говорит, пусть прошлое в себе не пробуждает, будущих ожиданий пусть не строит, ведь прошлое оставлено уж было, а будущее не пришло еще, но вместо этого прозрением пусть видит сейчас возникающее любое состояние. Превратите эту работу с ожиданиями в отдельную практику. Извлеките пользу и из этого. Потренируйтесь отпускать свои ожидания и заниматься тем, чем вы занимаетесь так, как вы занимаетесь. Не сравнивая это со своими ожиданиями и представлениями о том, как якобы должно быть. И расширьте эту практику сперва на медитацию, что будет очень полезно, а потом и на другие занятия и явления в жизни. Практикуясь таким образом, в следующий раз, когда вы поедете в путешествие, пойдете в ресторан, проведете время с другим человеком, будете делать что угодно, вы сможете применять эту способность, не сравнивать происходящее с вашими представлениями о том, каким оно должно якобы быть, потому что вам сказали, что так должно быть или потому, что так было в прошлый раз. А действительно, будьте в процессе и признавайте его. Вот этот процесс такой, какой он есть. И вы заметите, что вдруг вы можете наслаждаться этим так себе ужином, хотя в прошлый раз было намного лучше. И этой так себе поездкой, ведь вы не ожидали ничего другого, временем, проведенным с этим человеком. Вдруг то, что было несчастьем, станет счастьем. Это великолепная способность, которая поможет вам очень сильно изменить вашу жизнь и медитацию в лучшую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok